Виктор Иконников встретился с главой Котласа Андреем Бральниным. В ходе диалога чиновники обсудили вопросы развития и поддержки малого бизнеса, столь актуальные для Архангельской области. Вы знаете, наверное, малый бизнес – это вот именно тот демпфер экономики, и мы сегодня большое внимание уделяем в развитии. У нас сегодня большой проект запускается по созданию единого окна для малого бизнеса. Мы продолжаем поддержку, связанную с предоставлением микрозаймов. Очень востребована мера с предоставлением гарантий. Разумеется, большая часть диалога была посвящена вопросам, связанным с экономикой Котласа. Это и вопрос о переселении из ветхого жилья. Сегодня в нашем городе 80 домов находятся в аварийном состоянии. Сейчас городские власти ждут решения на федеральном уровне о продлении программы переселения. Также актуальным остается вопрос о строительстве новой школы. Мы заблаговременно несколько лет назад начали подготовку проектно-сметной документации. В прошлом году полный пакет документов был направлен в правительство Архангельской области. Сейчас мы прилагаем все усилия и при поддержке наших областных депутатов, и с нашими кураторами, в частности с Виктором Михайловичем и Конниковым, которые курируют наш город. Мы прилагаем все усилия, чтобы попасть в финансирование. После беседы с градоначальником Виктор Иконников провел встречу с населением Котласа. Основными темами, волнующими котлашан, стали проблемы жилищно-коммунального и социального характера. Каждое обращение Иконников взял на карандаш и пообещал оказать возможное содействие.